АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Всем спасибо, что сегодня пришли. Это наш первый ивент. Надеюсь, что вы поможете нам, а я попробую помочь вам подготовиться к выступлению. Сегодня я подготовил тему 6P в выступлениях, но сейчас не об этом. Поднимите руку те, кто боится выступать на сцене. Окей, спасибо. Поднимите руку те, кто может подготовиться к выступлению за 5 минут. Отлично, эта тема для вас. Это тема для вас, для тех, кто не поднял руку. Потому что это возможно. Это возможно подготовиться к любому выступлению за 5 минут. Ну, скажем, как это происходит. Как это происходит, когда вы встречаетесь с друзей, и у вас есть классная какая-то идея, вы им стреляете эту идею, они такие, это ты к чему сейчас? Бывают такие моменты? Вы прочитали что-то в Википедии, или, к примеру, про квантовую физику. Вы говорите, квантовая физика это круто, а все на вас так смотрят. Да? Почему? Так вот, об этом поговорим сегодня. Меня зовут Алексей Разбаков. Я из Харькова. Поднимите руку, кто из Харькова. Еееей! Привет, Харьков! Я веб-разработчик. Это последняя неделя я работаю в этой компании. Компания называется Kickback, но Gameback. А если кто еще не смог выговорить, я учился этому полгода. Так что это нормально. И по роду моей деятельности мне приходится выступать на каких-то собраниях, на каких-то митингах. Я даже выступал на конференции. Я выступал на конференции два года назад. Это выглядело где-то таким вот образом. Но вернемся в прошлое, когда меня заставляли в школе выступать на сцене. Поднимите руку те, кого заставляли выступать в школе. А кто после этого продолжает выступать? На некоторых повлияло, на некоторых нет. На меня повлияло как бы по-другому. Я очень испугался. Это всегда страшно выступать на сцене. Ты выходишь и страшно. После школы я себя не видел вообще на сцене. Но как бы это не единственное мое выступление. Я выступал на КВН в Гамбурге. Кто слышал про КВН? А те, кто не слышал, почему в Мюнхене нет КВН? Ребята, что такое? Ладно, мы там повыступали, нам надоело. Но следующее, по-моему, тема классная. И вот этот момент, да, это уже конец выступления. Но когда выходишь, выходишь и тебя ждет такая вот такие лица. Они пришли слушать тебя. Ты выходишь и ты хочешь что-то сказать. И, к примеру, ты выходишь и говоришь 4. Разворачиваешься и уходишь. Реакция публики. Почему? А если бы я начал вопрос дважды 2, а затем я пришел бы к ответу 4. К чему это все? Вот вы приходите и говорите, вот квантовая физика. 4. Вы даете ответ. Что мы обычно забываем? Это задать вопрос. Мы-то пришли как-то к этой теме. Нас почему-то это заинтересовало? Вот. Так дайте же возможность другим заинтересоваться. Для того, чтобы донести вашу тему, необходимо дать другим вопрос. Необходимо дать побуждение. Но начнем с истоков. Как сделать выступление таким, чтобы другие его восприняли? Я буду отсылаться к рекламе и к продажам. Я считаю, что если вы хотите выступать, то немножко почитать рекламы, немножко почитать продажи, и вы сможете готовить любые выступления на любую тему. Даже если ваша тема, скажем, просто что дважды 2 это 4. Это, кстати, была бы интересная тема. На TEDx сегодня за почву классное видео нашел. Товарищ выходит и говорит ни о чем. Он говорит, что он будет говорить ни о чем. Но его выступление было такое крутое. Ну то есть как бы он делал все вещи, которые делают все спикеры. И меня это очень зацепило. Вот кто видел это видео? Скажите крутое, да? Крутое. Чувак выходит такой и говорит ни о чем. Говорит какую-то фигню. И все делают то, что он говорит. Он говорит, похлопайте, похлопаем, ребята. Похлопаем. Видите? Вот. Как я говорил, начнем с рекламы. Кто-нибудь слышал про Аида? Да. Кто не слышал, поднимите руку. Отлично. Аида — это 4 слова. Это структура рекламы. Это то, с чего начинается реклама. Если вы идете учиться на рекламу, это первое, что вы учите. Аида — это attention, interest, desire, action. Аида. Все очень просто. Вы едете по улице, видите баннер. Каким образом это устроено? Первое, что необходимо в рекламе — это захватить ваше внимание. После этого необходимо привлечь ваш интерес, родить у вас желание, и в результате вы совершаете действие. Так работает реклама. Вот эту тему я хотел встроить в мое выступление, чтобы показать, как 6P связана с рекламой. Далее — это упаковка. Все, наверное, знакомы с упаковкой, да? Так вот, почему бы наше выступление не упаковать, не сделать его таким же приятным, как подарок? Вы видите подарок на день рождения, на Новый год. Вы видите этот подарок, и что у вас в первую очередь ассоциируется с этим подарком? Он такой весь цветной. У вас внимание. Что-то вот белый стол и какая-то цветная упаковка. Вам, у вас появляется интерес. Хочу распаковать. Вот. Дальше у вас есть интерес, я подойду. Желание, я хочу распаковать. Действие вы распаковываете. Вот таким вот образом необходимо готовиться к выступлению. Следующая тема — это продажи. Как я говорил, очень хорошо начать с вопроса. Так вот, продажи раньше в древнем мире выглядели немножко другим образом. Если бы мы сейчас использовали этот же подход, то, наверное, продажи какого-нибудь сложного IT-решения были бы сейчас невозможны. Ну, представьте себе, сидит старушка и продает IT-решение. Проходите IT-решение по 10 копеек, по 10 тысяч евро. Ну, кто, скажите, кто купит у нее IT-решение? Ладно, семки. Спин — это книга от Нила Рекхэма, который внес что-то новое в продажи. Он учит вас тому, как продавать с помощью вопросов. Не директивными предложениями «купи», а он начинает с вопросов. И эти вопросы зашифрованы вот как из АИДа. Это четыре вопроса. Ситуационные, проблемные, извлекающие вопросы и направляющие вопросы. Чем-то похоже на рекламу, не правда ли? И ситуационные вопросы. Мы задаем такой вопрос, который поможет нам понять ситуацию. К примеру, вначале я спросил, кто из вас выступал, кто из вас боится выступать. Я пытался понять ситуацию, подходит ли вот то, что я сейчас буду рассказывать, к аудитории. Нужно ли вообще это кому-то? Не нужно, все знают, все умеют, все слышали. Зачем мне тратить ваше время? Но согласитесь, многие остались. То есть некоторые ушли еще до того, они уже знали, что эту тему я знаю, зачем мне это слушать. Дальше, проблемные вопросы. Проблемы мы определили, кто-то не может это делать. И извлекающие вопросы, что необходимо сделать. Это те вопросы, которые направляют, но вы не говорите, не называете действие. Вы предлагаете решение. Что вы выберете? А или Б? То есть как можно что-то продать, не говоря «купи». Вопрос – это та вещь, которая дает человеку возможность подумать и самому прийти к вашему решению. Самое главное в презентации, самое главное в продажах, самое главное в рекламе – задать правильный вопрос, чтобы человек начал думать и пришел к вашему решению. Не говорите ему решение, задайте правильный вопрос. И только тогда человек купит ваше решение. Когда я говорю «купит», я имею в виду, что есть идеи, есть какие-то вещи согласия. И купить – это не значит дать деньги, это значит принять. В первую очередь, когда мы что-то покупаем на рынке, мы сначала приходим к этому решению, мы принимаем это решение. Решение – это 6П. Итак, 6П – предисловие, положение дел, проблема, перспективы, предложение, призыв к действию. Это 6П. Это то, что поможет вам подготовиться к любой презентации. Все, что вам необходимо сделать – это ваше решение вставить в предложение. Это 20% вашего выступления, 20%. Все остальное – это упаковка. И эта упаковка лучше всего с помощью вопросов, чтобы человек постепенно пришел к вашему решению. Для того, чтобы он понял необходимость, для того, чтобы он купил его, перед тем, как вы начали это рассказывать, ему необходимо принять это, ему необходимо принять проблему, что существует эта проблема, и да, это решение для меня. И только после этого вы можете рассказать ваше предложение. Не начинайте с вашего предложения. Не заходите, не говорите «купите семки». Поинтересуйтесь, нужны ли семки? Хотите ли у всех? Итак, мы можем проверить это в действии, что это работает на любой теме. Если у вас есть какая-то тема, на которую мы можем подготовиться сейчас за одну минуту, мне на сцену, пожалуйста, прошу желающих с темой, которой сложно подготовиться, которой вы не могли уже подготовиться месяц или не хотите начинать. Пожалуйста, желающие. Прошу. Лучше вот с этой стороны обойти. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья. Ваша тема? Моя тема – как попросить у босса побольше зарплаты. Отличная тема. Мы начинаем с… Итак, у нас предложение уже готово, да? Я знаю, что мне нужно, да. Вы знаете, что вам нужно. Призыв к действию – подними мне зарплату, понятно, да? Мы начинаем сразу, когда мы готовимся, мы начинаем с конца. Предложение у нас есть, отлично. Идем дальше. Перспективы. Если он не повысит зарплату, что будет? Я буду меньше кушать, наверное. Не интересует шефа. Давай свяжем эту ситуацию с шефом. Перспективы для работы. Если вы будете меньше кушать… Тогда я буду, как показано было, сидеть на столе, закинув ноги и говорить, ничего не хочу делать больше, и фиг ты меня уволишь. Неэффективная работа. Проблема. Какая существует проблема? Надо как-то его уговорить на это. Но аргументов у меня особо нет. Но я могу делать больше, наверное. Наверное. Вот. То есть… Работы у нас много. Работы у нас много. Никто ее не делает. Я могла бы делать больше, но у меня как-то мало зарплаты. Подними мне зарплату. Вот мы уже к этому пришли. Осталось только положение, делаю предисловие. Проблема. А босс мне такой говорит, может сделать больше, но ты же тут есть. Давай. Вот. Твое предложение, пожалуйста. Это выступление. То есть это не дискуссия. Всегда же что-то должен ответить. Ты выходишь перед всеми, ты готовишь митинг и предлагаешь свое решение. После этого, я уверен, босс… То есть не нужно с ним один на один чай попить и так далее. Необходимо собрать аудиторию, показать, босс, я могу. В конце, при всех сказать, подними зарплату, да? Начать предисловие с того, каким образом ты связан с этой проблемой. А все узнают, какая у меня зарплата, это уже нельзя рассказывать. А зачем это говорить? Самое главное, что показать это необходимо, да? Необходимо показать. Итак, мы готовимся к выступлению, правильно? Мы готовимся к выступлению. Ты уже знаешь приблизительно, как это выступление будет выглядеть. Ты знаешь, что работа неэффективна. То есть мы готовим презентацию о неэффективности работы вот в данный момент и как эту ситуацию можно исправить. Ну, примерно, да. Уже есть представление, да? Итак, у нас есть предисловие. Необходимо начать с того, как ты связана с этой ситуацией. Ну, во-первых, да, я работаю, оказывается. На моего босса. Вот. Отлично. Да. И я могу делать больше. Вот. Мы начинаем с того, что предисловие. Ну, меня зовут. Босс, я работала сколько лет? Десять. Десять лет на вот данной позиции. Положение дела. Проблема. В данный момент, как мы видим, эффективность труда у нас в компании не самая лучшая. Перспективы может стать хуже. Предложение. Поднимай зарплату. Призыв к действию. Поднимай. Класс. Вот таким вот образом можно подготовиться. Я не гарантирую результат. А вот зря. Я говорю о том, что презентацию можно подготовить. Любую. На любую тему. Пожалуйста. Спасибо. Аплодисменты. Темы спонтанные. К любой теме можно подготовиться. Как мы можем связать это с рекламой и продажами? Если вы хотите идти по пути продажи, необходимо задавать вопросы. Если вы выступаете перед аудиторией, то для того, чтобы включить аудиторию, для того, чтобы увидели, да, что вот сейчас, в данный момент им это нужно. Если выходит лектор в институте, ему многим не важно, слушаете вы его или нет. Но если вы хотите какое-то действие от аудитории получить, необходимо получить этот контакт. Для этого мы задаем вопросы. Ситуационные вопросы. О том, каким образом вот эта тема, как она вот с этой данной ситуацией связана. То есть, кто ваша аудитория и каким образом вам необходимо связать вашу тему с теми людьми, которые сидят в данный момент зале. Проблема. Необходимо понять, какую проблему вы можете решить. То есть, мы задаем, соответственно, вопрос. Вы хотите выступать? Вы хотите… у вас есть страх? Можете ли вы подготовиться за пять минут? Это вот проблема, да? Дальше это будут у нас извлекающие вопросы. Что же необходимо сделать? И мы начинаем все вместе думать. Когда вы задаете вопрос. Как подготовиться к презентации за пять минут? Это вот извлекающий вопрос. И после этого мы вносим предложение. Запомните структуру 6P. И это поможет вам подготовиться к любой презентации. Вы начинаете с предложения. О нем вы говорите 20% времени. Все остальное время вы посвящаете упаковке. И для того, чтобы задавать правильные наводящие вопросы, которые помогут вам прийти к выводу. Спасибо. Вопросы. Следующий слайд. Субтитры создавал DimaTorzok